Прошедшие сутки в республике зарегистрировано 75 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Из них 48 случаев было в городе Якутске. Это 64% от общей заболеваемости. По итогам прошедшей недели заболеваемость в республике выросла почти в два раза. Хотелось бы отметить, что причинами роста, мы считаем, является общая расслабленность населения. Мы прекратили носить маски, прекратили соблюдать дистанцию, начали встречаться с родственниками, друзьями. Мы повсеместно видим, что ослаблен контроль за соблюдением масочного режима в общественных организациях, в торговых центрах. Поэтому хотелось бы призвать всех горожан, граждан нашей республики о том, чтобы все-таки не расслаблялись и имели настороженность к тому, что коронавирусная инфекция никуда не ушла. У нас продолжается сезонная миграция населения, возвращаются люди из-за рубежа, которые успели выехать. В основном это граждане, которые возвращаются из Турецкой республики, где на сегодняшний день рекордный рост заболеваемости в сравнении с другими странами мира. Нам известно, что с начала года в республику вернулось уже около 10 тысяч граждан из-за рубежа, и не все разместили свои данные по результатам лабораторных исследований ПЦР на государственный портал госуслуг. Это на сегодняшний день является обязательным требованием до тех пор, пока они не разместят свои результаты, они должны находиться на самоизоляции. Таких граждан мы просим провести эти исследования и разместить. Кроме того, мы обращаем ваше внимание, что необходимо, согласно решениям Оперштаба республики, максимально снизить количество массовых мероприятий. Призываем административные комиссии муниципальных образований усилить работу по контролю за масочным режимом. Министерство здравоохранения уже увеличило коечный фонд на тот случай, если заболеваемость будет продолжать расти, пересмотреть опять-таки запасы средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, ну и усилить работу по иммунопрофилактике. На сегодняшний день это наше единственное спасение, кроме того, что мы должны соблюдать дисциплину. На сегодняшний день в республике уже привито более 90 тысяч человек, это 10% населения нашей республики. Пока этого недостаточно для создания коллективного иммунитета, поэтому нам рано расслабляться. Мы увеличили количество прививочных пунктов и прививочных бригад, поэтому работа продолжается в том же режиме усиленном. И кроме того, что нам нужно будет ограничительные мероприятия очень строго соблюдать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.